Сколько тебе было, когда появился у тебя первый автомобиль, Саша? По меркам современной молодежи я был суперстар. Мне было целых 27 лет. Да, у меня похожая была ситуация. Представь, что тебе всего 20, ты уже подыскиваешь себе первую машину, а еще у тебя есть какое-нибудь хобби, связанное с громоздким снаряжением, например. Транспортировка холодильника. Как вариант. Сейчас молодежь развивается гораздо быстрее, чем мы в свое время. При любом раскладе меня радует другой факт. В десятый юбилейный раз, Николай Игоревич, кто бы что ни выбрал, через 26 минут мы, глядя вслед уезжающему автомобилю, с гордостью скажем. Это ваша машина. В хоккей играют настоящие мужчины. Наш сегодняшний герой Максим вместе с другом Ильей начали серьезно заниматься хоккеем в ранней юности. И сейчас, когда ребятам уже по 20 лет, клюшка и шайба, а также многочисленные ежедневные тренировки, стали неотъемлемой частью их жизни. Поэтому именно для Максима мы сегодня ищем городской универсал, в багажник которого можно без труда вместить безразмерные хоккейные сумки, клюшки, а главное, чтобы найденное авто стоило не дороже 1 миллиона 300 тысяч рублей. Детали же будем выяснять во время матча. Значительную долю в моей жизни занимает хоккей. Но в первую очередь это любимый спорт, а во-вторых, это то, чем я могу заняться, когда меня, допустим, там, я не знаю, все достало. Ему нужен в первую очередь вместительный автомобиль, так как все-таки хоккеист, друзья хоккеисты, где-то кого-то забрал, подвез на тренировку, с тренировки. Допустим, по городу, в городском трафике мне больше нравятся маленькие автомобили, но автомобиль такого плана мне, конечно же, не подходит в повседневной жизни. Постоянно он на автомобиле ездит. Утро на тренировку, либо вечером на тренировку, на учебу на машине, подвезти девушку на машине. Требуется вместительность. Для него больше всего подойдет машина в кузове универсал. Я бы, конечно, выбрал универсал, возможно, не очень большой. Ну и, соответственно, чтобы комфортно было в салоне, и помощь на дороге была. Ценовой диапазон в районе миллион-миллион триста. Коля, и так, дано. В хоккей играют настоящие мужчины, при этом ищут повместительные машины, при этом с ценой не более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Откуда у молодёй столько денег, мне не знаешь. Брат, хоккейные гонорары, о них ходят легенды. Ну и что, значит, мы должны придумать компактный автомобиль, в который влезет один или даже два комплекта хоккейного снаряжения. И клюшки. Это интересная задача. И главное, он должен понравиться молодому человеку, это тоже, в общем, непросто. На вскидку, хотя бы десяток универсалов на рынке живых осталось. Я думаю, что даже больше осталось, но в интересующем нас размере их гораздо меньше. И не будем ещё забывать про ограничения бюджетные, которые мне позволят выбрать автомобиль даже на гарантии. У тебя преференции и зелёный свет, а я, как обычно, лепила из того, что... Ну, мы все ваяем из того, что есть, понимаешь, просто в моём случае этого побольше. Не значит, что задача будет легче, на самом деле, потому что, видишь, такой параметр, как стильность, его же нигде нет, а нужно же как-то всё-таки угодить молодым людям. У меня всё будет вмещаться, вот поверь мне, всё будет вмещаться. Я так думаю, что ещё и место. Твоё эго с трудом вмещается в формат этой программы, Александр. Успехов. Лишь бы в сумку в хоккейную не вмещалась. Увы, но ровно половину нужных мне универсалов за последние пару лет ушли с рынка в вечность. Где они теперь? Опель, Шевроле, Сиад. В общем, ровно то, что полностью соответствует требованиям нашего героя. Тем интереснее будет искать из того, что осталось, а осталось, скажем честно, не густо. Есть, конечно, Аудио А6 или Пассат Алтрек, но цена кусается, поэтому будем выбирать что-нибудь попроще. Если быть честным, то для меня универсалы – это самый загадочный сегмент рынка. Теперь я понимаю, наконец, как выглядят люди, которым они нужны. Но вначале традиционно уточняем у наших героев все ходовые качества, которые для них важны. Дальше будем двигаться поэтапно. Должно быть удобное кресло, должна быть удобная посадка, хороший обзор и так далее. Шикарнее всего было бы это полный привод. Большой дорожный просвет а-ля кроссовера мне не так нужен. Оснащение универсалов мало чем отличается от оснащения обычных седанов, но что для наших героев важно – кожа, электронные навороты, мультимедиа, датчики парковки, в конце концов. Будем уточнять. Мне было бы очень приятно, если бы там была очень хорошая мультимедиа, потому что я обожаю слушать музыку в машине. Мультимедиа хорошая должна быть, то есть хороший звук в машине должен стоять. Для меня лично важно, чтобы в телефон можно было подключить свою музыку. Должно быть удобное кресло, должна быть удобная посадка, хороший обзор и так далее. Кожа, тряпка – это, я думаю, второстепенно уже. Вопрос, который волнует лично меня. Ну, купил ты новый универсал, как долго ты будешь на нем ездить, и насколько ликвиден универсал на вторичном рынке? Вообще, об особенностях этого автомобиля в подержанном состоянии, хоть это и колено стезя, вызывают вопросы. И здесь эти вопросы проще, наверное, задать специалистам. В плане ликвидности автомобиля, да, седан, он более ликвидный, чем универсал. Почему? Потому что универсал берут те люди, которым непосредственно нужно что-то перевозить. То есть это больше для работы машины или для семьи. Изначально, если мы возьмем новый автомобиль, то в кузове универсал данная машина будет стоить дороже. Потеря в процессе эксплуатации, она практически такая же, как и остальные кузова. В отличие от Александра, у меня есть очень хорошая возможность использовать машины тех марок, которые уже с российского рынка ушли, но в изобилии присутствуют среди автомобилей с пробегом. И это, во всяком случае, дает неплохое разнообразие. Что касается типа двигателя, то не будем сбрасывать со счетов дизеля. Парень у нас достаточно молодой, в качестве героя присутствует. И едва ли он боится капли солярки на руках, зато наверняка оценит дизельную тягу на низких оборотах. Так что дизели, конечно, тоже будем рассматривать. Желательно, конечно, я думаю, это дизель. Желательно. Но, в принципе, если она не слишком мощная машина, автомобиль будет, то, в принципе, бензин сойдет. Расход у автомобиля должен быть не такой большой. Что касается коробки, наверное, стоит спросить менее самого будущего владельца. На механической коробке, конечно, когда встаешь в пробку и ноги, и в плане внимания на дороге, немного встаешь. В этом плане, конечно, автомат удобнее. Автомат, это было бы комфортнее в наших городских условиях. Без разницы, автомат, механик, но лучше, конечно же, автомат. Итак, что мы ищем? Мы ищем сравнительно небольшой гольф-класс или чуть крупнее универсал. То есть практичную машину для молодого человека, достаточно стильную и за, в общем-то, не такие маленькие деньги. Причем бюджет от миллиона до миллиона трехсот тысяч в моем случае дает возможность выбрать автомобиль сравнительно свежий, но с которого уже облетела вот эта салонная составляющая стоимости. Fiat Freemont. Автомобиль 2013 года выпуска, пробег 61 тысяч километров, под капотом бензиновый двигатель объемом 2,4 литра, мощностью 170 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая. Объем багажника довольно скромный, в семиместной версии всего 145 литров. Цена такой машины миллион 70 тысяч рублей. Skoda Superb 2013 года выпуска с пробегом 80 тысяч километров, под капотом двухлитровый дизель мощностью 140 лошадиных сил. Передний привод, роботизированная коробка передач DSG, объем багажника от 603 до 1865 литров. Цена машины миллион 149 тысяч рублей. Hyundai i40 2016 года выпуска, почти новый автомобиль с пробегом полторы тысячи километров. Под капотом двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил, классический автомат. Объем багажника 533 литров, пятиместной версии максимальный составляет 1719 литров. Цена автомобиля миллион 165 тысяч рублей. Opel Insignia Country Tourer. Год выпуска 2014, пробег 67 тысяч километров. Двухлитровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, классический автомат и полный привод. Объем багажника от 540 до 1530 литров. Цена автомобиля миллион 250 тысяч рублей. Очень стильный мини-купер Клабман, практически новая машина 2016 года выпуска с пробегом 4767 километров. Под капотом 136-сильный бензиновый двигатель объемом в полтора литра. Автомат, передний привод, разумеется. Объем багажника меняется от 360 до 1250 литров. Цена такой машины миллион 290 тысяч рублей. Но есть и еще один, на мой взгляд, сверх привлекательный вариант, который я и предложу нашему герою. Внимательно изучив предложения на рынке новых универсалов, я вам так хочу сказать, друзья мои, если я найду 5 автомобилей, которые смогу предложить нашим героям, мне очень повезет, как, собственно говоря, и им. Потому что, прямо скажем, выбирать особо не из чего. Вы удивитесь, но универсал, оказывается, можно выбрать сильно дешевле миллиона, а ввиду ограниченности выбора оглашу весь список новинок. Итак, Lada Largus, привод передний, мотор бензиновый в 1,6 литра и 87 лошадиных сил. Механическая коробка, 560 литров в багажнике и всего 563 тысячи 400 рублей. Более чем бюджетно. Hyundai i30, двигатель в 1,6 литра и аж в 130 лошадей. Шестиступенчатый автомат, 528 литров вместимость багажника, 959 900 рублей на ценнике. Ford Focus, тоже с шестиступенчатым автоматом, бензиновым мотором в 1,5 литра и 150 лошадями под капотом. Багажник 476 литров, а цена преодолела психологический барьер в 1 миллион рублей и составила 1 миллион 66 тысяч. Skoda Octavia в 1,6 литров, а это 110 лошадей, механическая коробка в 5 передач и багажник 588 литров. На тысячу дороже предыдущего предложения, 1 миллион 67 тысяч рублей. Ну и наконец Peugeot 2008. 120 лошадок и мотор в 1,6 литра, автомат о шестиступенях. Скромный по сравнению с конкурентами багажник в 350 литров и цена 1 миллион 225 тысяч рублей за французский шарм. Повторюсь, что везде передний привод и бензин, ну а для наших героев, как водится, самое заманчивое, на мой взгляд, предложение, если, конечно, Коля не найдет в бабушкином сундуке клад. Ну что, было трудно, но мы это сделали. По крайней мере, вот тот самый топ-5, в котором и можно начинать потихонечку копаться, я для себя сформировал. Можно идти звонить нашему вторичному другу. Саша звонит. Александр. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. А скажи, пожалуйста, ты знаешь, какой длины клюшка стандартная? Ну, поскольку я сам играл в хоккей, я примерно себе представляю, какой длины клюшка для человека моего роста. Второй вопрос. Какой объем вот этого гигантского хоккейного баула? Александр, ну, следующим тогда вопросом будет, какую новую машину выбрать для нашего героя. Это все-таки в мою задачу не входит. Но так и быть, я буду побеждать твою безграмотность поэтапно и скажу тебе, что стандартный баул Игротский, Невратарский, примерно 140-150 литров. Тогда в багажник выбранной мною новой машины по вашим параметрам вмещается три баула. Я сильно сомневаюсь, что эти данные соответствуют действительности. Вот я тебе так хочу сказать. У меня идеальный автомобиль для молодого хоккеиста, которому нужно возить барахло, возить друзей, ездить по делам. И, в общем, все это вмещается в очень-очень-очень гуманные деньги. Ну, а я, в свою очередь, подобрал целый пул автомобилей, которые должны понравиться человеку, который примерно раз в два моложе, чем ты. И тот вариант, который был выбран в качестве окончательного, я думаю, положит на лопатки любой из новых универсалов, имеющихся на рынке. Я вас умоляю, положит. Давайте так, без лирики, значит, зовем героев и начинаем мериться клюшками. В хорошем смысле этого слова. Договорились. Он, как всегда, настроен оптимистично. Придется разочаровать юношу. Итак, друзья мои, если вы хотите совместить стиль с практичностью, то, конечно, вам нужен шведский дизайн со шведской же надежностью. Именно поэтому я выбрал для наших героев Volvo V40 Cross Country. Замечательный автомобиль со слегка повышенной проходимостью, но, главное, он достаточно вместительный. В состоянии покоя багажник составляет 335 литров, но его можно увеличить до целого кубометра. Этого хватит не только на два, а если понадобится и на три баула. Под капотом двухлитровый дизель, новейшая разработка. Не очень мощный, 120 лошадиных сил, но этого достаточно, чтобы при помощи преселективной коробки PowerShift разогнать машину до первой сотни за 10,6 секунды, что вполне неплохо. И при этом у машины весьма скромный аппетит. Всего лишь 3,6 литра на сотню километров пробега в смешанном цикле. Внутри кожаный салон, электроприводы, сидения, замечательная парящая консоль, мультимедийный экран. В общем, все блага цивилизации. Ну и, что особенно примечательно, машина-то 2015 года, она до сих пор на гарантии. У нее очень скромный пробег, 12 тысяч с небольшим хвостиком. И все это счастье доступно за миллион 230 тысяч рублей. Где Добин? Почему он не парирует? Где этот человек, который вечно выбирает несуразные машины азиатского производства? Что я говорил, опять азиатская машина. Саш, мне кажется, при нашей следующей встрече ты будешь узкоглазым уже. Который раз китайская, то есть азиатская техника. Вот про китайскую-то человек, приехавший на Вольве, поаккуратнее. Это город-герой Гетебор, который, как известно, находится не в Китае, не в Китае, зато... Город-герой Чунцин. В вашем варианте. Зато смотри, какая элегантность, прекрасные диски. Ты посмотри, какие феноменальные красоты, потрясающие диски. Смотри, какие диски феноменальной красоты. Что это за цвет? Диски. Нормальный шоколадно-коричневый оттенок. Прямо такой. Между прочим, вот это универсал. Если мы говорили про универсал, а вот это, не пойми, что... Какой объем багажника? 528 метров. Это чушь собачья, это значит, мерили... А, там и нет полки никакой. Здесь, вот здесь, в случае необходимости, можно организовать кубометр грузового пространства. И посмотри, кожаный салон, строчка какая. Электрорегулировка сидений. Парящая центральная канц... У тебя двигатель вообще есть в машине? Я знаю, что у корейцев не очень с этим. У меня есть двигатель, у меня есть подогрев руля, у меня преселективная коробка. И у меня тоже дизель. Дизель. 3,6 литра на сотню пробега. 6,8 литра бензина, значит, 11 километров на 100 километров... Это в два раза больше. Как и местном багажнике, собственно говоря. А сколько стоит? 1 миллион 105 тысяч 980 рублей. Короче, 1 миллион 106. Подонок, я с тобой не разговариваю. Так, где нормальные люди? Дай тебе нормальных людей. И вот они, наконец-то идут. Приветствую. Здорово. Приветствую. Ну что, вот два автомобиля. Оба довольно вместительные. Один довольно вместительный, а второй... А второй корейский. Ваша задача покататься на обеих, естественно, загрузить свой скарб в багажник. Сначала загрузить скарб, а покататься... А потом рассказать, что больше понравится. Самое главное, вот это сюда должно вместиться со свистом. Туда мы вырезаем в крыше дырку, чтобы торчали клюшки. И только в этом случае, возможно, что-то войдет в эту черную... Ваши корейцы беззастенчиво врут насчет объема багажника. Поэтому давайте... У нас практика будет критерием истины, как и должно быть. 1,6 двигателя. 1,6 двигателя, да. Один двигатель должен быть у машины, а не 1,6. Вот какая из машин более молодежная? Мне Вольво нравится. Несомненно, Вольво... Я знал. Ребята, садитесь в Вольво, давайте. Давайте начнем с позитивных эмоций. Ну... Эть, эть, эть. Алсто. Приступаем. Ну давай. Сразу бегу запихиваем. Ну-ну-ну-ну. Не-не-не, нормально, нормально. Проталкиваем. Давай второй. Хорошо, что среди вас нет вратарей, парни. А, отлично. А клюк? Полочку спокойно. Клюшки давайте. Клюшки как сильно. Шведы, шведы. Масторик затеет. Очень неплохо играют в хоккей, как мы знаем. Что мы знаем о корейцах, как о хоккеистах? Когда-нибудь, возможно, они узнают, что на земле есть хоккей. Опа. Класс. Вуаля. Так давайте вратся. Как ни странно, наши герои, несмотря на юный возраст, едва устроились в креслах и пробудили к жизни дизельные ньютон-метры, заговорили не о стиле, а о практичности. Слушай, смотри, тут это стекло с обогревом переднее. Ну, это довольно неплохо. Зимой вообще это очень-очень даже хорошо. Ну да. Слушай, приборка меня прям радует. Ну да. Красиво, очень красиво сделано. Очень прикольно. Мультимедиа вроде ничего нормального. Мультимедиа? С первого взгляда. Давай телефон подключим, здесь есть плитус? Сейчас проверим. Так, включено. Ну что такое звук, в принципе? Ну не базе, конечно. Не базе, да. Явно не базе. Блин, ну руль реально прикольный, кстати, удобный. Руль удобный, да, прикольный. Слушай, тут столько всяких настроек вообще. Ну вот то, что заднее не видно ничего, это реально. Мне кажется, там просто подголовник просто пониже поставить. Ну если подголовник убрать, там тоже, я тебе скажу, там заднее стекло, в принципе, оно небольшое. Ну вот то, что мне нравится, это же когда маленькая машина, везде можно проехать, в принципе. Парковаться тоже не проблема. Ну, пока ничего не говорите, пока ничего не говорите. Давило в спину прямо, да, вот эти ваши дамские сумочки. Давил в спину зависть Добина. Все, давайте перегружаться. Если у тебя там 528 литров, Саша. Пойдемте, пойдемте, я все покажу, ребята. Вот, а теперь барабанная дробь, Николай. Ну-ка. Завидуйте молча. Барабанная дробь. Где здесь 500 литров, объясните мне? И запаски нет, и запаски нет, да? А у меня есть. Вот сюда можно коньки класть отдельно. Коньки. Какие? Детские? Ну-ка, 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 ну-ка. Прям вот. Ага. Не-не-не-не, вот вдоль. А вот так вроде. Твоя очередь. Видал? Я тебе больше скажу. Я не закрыл. Я тебе больше скажу. Как будто ничего и не было. Киосит Универсал. Новая, красивая, недорогая машина. Что, тут три места, что там три места осталось? Вот, друзья, теперь, когда все упаковано, катайтесь, и дальше уже будем выбирать. Вперед. Вуаля. Два огромных хоккейных баула без складывания задних кресел. Начало хорошее. Посмотрим, насколько молодежь сможет оценить СИД на дороге. Вот этот вот экранчик, конечно, нищенский. Реально. Я по-другому не назову его. Ну, просто. Она жестче. Вот этот вот провод мы переезжали. На Вольву провод не чувствовался. Здесь я прямо его почувствовал. Салон тканевый, да. Ну, такая, какая-то не очень тканевая. Шумка похожа. Она подумала, ехать или нет. Интересно, не стоит ли мне поехать? По сравнению с Вольво она не верит. Да. Ну, кстати, спереди здесь, блин, не помешали бы партроники. Да, потому что морду... Морда вообще длинная. Вот это, получается, ниже стекло кончается. Стекло, получается, когда немножко утопленнее сидишь. Не, ну, сорян, мне там руль больше понравился, на самом деле. Но там он более удобный, потому что он потолще, и там держаться удобнее. Здесь, конечно, плюс в том, что обзор получше. И мест побольше. Ну, это вот на даче только есть, понимаешь? Когда они станут старыми и скучными, и у них будут дети, вот тогда может быть. Ну, рассказывайте. Я предлагаю начать с пассажира. Вещай. Давай так, в порядке очереди. Вот про вот эту каракатицу. Она мягче. Мягче. Мягкая, комфортная. Хорошо, про кеа что может быть? Про кеа. Ну, в первую очередь, вместительная, конечно. Обзор получше немного. Давайте так. А вот с точки зрения функционала, раз уж мы говорили о том, что надо много барахла, ваши дамские сумочки, клюшки, должны вмещаться вот в эту машину и не должны вмещаться сюда. Что скажете про функционал, про вместительность? Ну, по-моему, это все налицо. Так. То есть тут у нас, получается, все места остаются свободными. Одно место занято клюшками, а здесь одно пришлось ложить. Ладно, давайте выбирать, на что тратим деньги, сэкономленные на завтраках. Я, честно говоря, когда увидел «Вольво», я на самом деле не думал, что она в этом ценовом диапазоне. Очень понравился комфорт, который создает и сидение, и салон, в принципе. Хорошая шумоизоляция, хороший мультимедиа, звук приятный. Приятно то, что дизельный автомобиль тоже не такой шумный, в то же время достаточно мощный. Едет и рулится хорошо. Дизель, турбина дает тоже о себе знать. Много всяких помощников, напичкана она всякой. То есть видно, что акцент ставили на безопасности. В Сиде понравилось то, что более просторный автомобиль, плюс ко всему лучшая обзорность. Жестковато немножко. «Вольво» как-то все же она помягче. Окончательный выбор – это, естественно, «Вольво». То есть все в нем присутствует, то, что надо на данный момент, Макс. Я скорее, наверное, спланируюсь к «Вольво». Плюс ко всему, эта машина дизельная, что будет означать о меньшем расходе, чем продуманка. Какие просто удивительно умные юноши. Скажи, ты что-нибудь за щиту корейского автопроба. Тут цвет не очень. Вот эта пауза была лучшим тебе ответом, Александр. Все, садитесь, уезжайте. Итак, во сколько же обойдется первый год эксплуатации «Вольво В40 Кросс Кантри» 2015 года с пробегом 12 тысяч километров при стоимости автомобиля в 1 235 000 рублей? При расчетах мы учли возраст и водительский стаж нашего героя. Потери стоимости за первый год составят около 100 тысяч, что неплохо, а вот страховки кусаются. «Осага» потянет на 13 343 рубля, а «Каска» – 117 500. Зато потребуется всего одно ТО стоимостью 18 990 рублей. Еще 44 460 целковых уйдет на дизельное топливо. Ну а комплект зимней шипованной резины размерности 225 45 R18 будет стоить 50 400. Зато транспортный налог смешной – всего 3 тысячи. Итого 347 693 рубля, что составляет 28% от стоимости машины. Ну, на самом-то деле, мы с тобой обозначаем, что сидит хорошая машинка. Просто это для людей постарше. Подрастут, возмужают, поумнеют. И у них появится орлевый жёнок, который скажет, что он сэкономит сколько? 125 тысяч? 125 тысяч рублей. Да, на подгузнике. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы мы решили вашу автомобильную проблему, пишите нам электронные письма на адрес, который вы прямо сейчас видите на своих экранах. И несмотря на то, что один год закончился, вслед за ним придёт следующий, в котором снова будет программа, где мы помогаем выбирать вам автомобили и, глядя вам вслед, в конце каждой передачи удовлетворённо говорим. Это ваша машина!